Продолжаем работать в прямом эфире. Сейчас время новостей. Иван Тулинов уже готов рассказать, что нового произошло в стране и в мире к этому часу. Иван, тебе слово. Спасибо, Айгуль. Последние новости к этой минуте прямо сейчас. В Минэнерго анализируют состояние всех ТЭЦ страны. Об этом сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов. По его словам, в ведомстве планируют изучить, какие энергопредприятия находятся в зоне риска и какие мероприятия потребуются для предотвращения угроз срыва объектов жизнеобеспечения. Такое решение принято после обрушения трубы на Петропавловской теплоэлектроцентрале. Вице-министр признал, проблема с износом системная. Он также рассказал, что в Петропавловске восстановлен тепловой режим. Руководство и акционеры готовят программу по модернизации ТЭЦ-2. Начал работу один из выносных причальных устройств на Каспийском трубопроводном консорциуме. Об этом на брифинге в СЦК рассказал министр энергетики Булаток Чулаков. Это, по его словам, может позволить избежать значительных потерь при добыче. Ожидается подача бункера для заполнения. Он также сообщил, что КТК всегда работал с двумя причалами из трех, а еще один находился в резерве на случай аварии. Руководителя Карагандинской строительной компании осудили за мошенничество. Суд приговорил Кудайкулова к шести годам лишения свободы условно. Об этом заявили в агентстве по финансовому мониторингу. Главу жилотдела строя обвинили в хищении денег у национальной компании КТЖ. Речь идет о более чем 57 миллионах тенге. Отмечу, строительно-монтажными работами на станциях Карагандинского отделения магистральной сети товарищества Кудайкулова занималось 4 года. Все это время он завышал объемы. К слову, 80% ущерба обвиняемый уже возместил в бюджет. На оставшуюся сумму стороны заключили медиативное соглашение. Воспитательницу детского сада уволили за жестокое обращение с детьми. В распоряжение родителей попала видеозапись. Эти кадры всколыхнули родительское сообщество города Абай Карагандинской области. Инцидент произошел в частном учреждении. Ежедневно его посещают 550 малышей. Сейчас в саду проводят комплексную проверку. В отношении 20-летней воспитательницы начато досудебное расследование. Ей грозит штраф около 450 тысяч тенге, исправительные работы или арест на 40 суток. В след за США и Евросоюзом новый пакет антироссийских санкций приняли Япония и Австралия. Токио ввел ограничения против 25 россиян и 81 компании. В черный список попали глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов и близкие родственники пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Всего под японскими санкциями оказался 101 человек. Ограничения наложены на 130 организаций. Австралийские власти тем временем ввели ограничения против 22 работников российских СМИ. В их числе оказались главный редактор информационного агентства Артии Маргарита Симоньян и телеведущая Ольга Скобеева. Меры предполагают заморозку активов. Тем временем в украинской Одессе готовятся к наступлению российских войск. Улицы города резко опустили, повсюду расставлены защитные ограждения. В качестве баррикад также используются наполненные песком мешки. Несмотря на страх, люди намерены помогать военным. По данным британской разведки, российские войска могут прийти со стороны Крыма. В Министерстве обороны России эти данные не комментировали. Лидеры ЕС договорились создать целевой фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после завершения военного конфликта. Об этом говорится в заявлении саммита Евросоюза по итогам первого дня заседания в Брюсселе. Его участники пообещали Киеву провести международную конференцию доноров и обеспечить бесперебойное снабжение страны газом и электроэнергией. Также лидеры ЕС выразили готовность ввести новые жесткие санкции против России и Беларуси. Напомню, ранее Евросоюз решил сократить потребление российского газа на две трети в этом году, увеличив импорт голубого топлива из других стран. Президент США Джо Байден, который также принимал участие в саммите ЕС, пообещал, что Америка поставит Европе в этом году на 15 миллиардов кубометров больше сжиженного газа, чем планировалось ранее. Морские крабы заполонили кубанский город Матансас. Это регулярное явление с приходом веселних ливней. Тысячи морских особей покидают тропические леса и массово мигрируют в Карибское море через магистрали. За уникальным природным явлением наблюдают туристы и местные жители. По их словам, в этом году мигрирующие крабы отличаются от предшественников большим размером. Власти страны призывают водителей транспорта передвигаться с осторожностью, чтобы не повредить ракообразных. Больше ста населенных пунктов только в Акмолинской области находятся в зоне возможного подтопления. Резкого потепления и таяния снега в регионе ожидают в начале апреля. На крупных реках спасатели проводят взрывные работы. Это поможет уменьшить заторы при ледоходе и обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод. В департаменте ПЧС сообщают на готове больше 2000 человек. Проверена техника, подготовили 150 мотопомп и 35 лодок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова